Вам нравится этот Пикачу? Напишите в комментариях. Вы посмотрите, я вытаскиваю пух, а он в крови. Это пахнет как настоящий круг. Что творим, про меня зовут Сэр Кьё, он из Ди, про. Сразу же, просто, сразу же, бери подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. И ведь предотвращение Суприм-банда будет от семьи. Кто не с нами, тот под нами, а я как вижу, про него очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Эй, бро, сегодня у нас, как всегда, непростое видео. Ты кого-то сдала? Нет. Эй, кто вообще мог идти в воскресенье? Все же знают, что по воскресеньям мы снимаем видео. Зачем приходить, только мешать. Кто здесь? Здесь. Какая-то странная посылка. Или что это? Здесь что-то странное, какая-то посылка, какие-то странные цифры. И собаки почему-то очень странно лают. Да и к тому же там открыто. Получается, что эту посылку кто-то принес лично. Потому что воскресенье сегодня и почта не работает. И очень странные цифры. Не знаю почему, но это мне почему-то нагадывает мистику. Так что, сейчас будем это проверять? Окей, Суприм-банда, мне пришла какая-то странная посылка. Здесь какие-то странные цифры. 5, 3, 6, 1, 7, 4, дробь 5, 505, дробь 5. Это выглядит очень странно. И почему-то мне кажется, что эти цифры означают то, что это какая-то модель. То есть, к примеру, 505-я правильная модель из чего-то. Вообще не понимаю, здесь те самые цифры. Вообще ничего не понятно. Ладно, пополам у нас сегодня было вообще другое видео. Но раз уж пишет что-то такое, мистическое, я думаю, мы можем снять это. А не зелье суперскорости. Ладно, давайте откроем эту посылку и посмотрим, что здесь внутри. Окей, банда, вот эта коробка. Вот столик я принес, чтобы открыть и посмотреть, что же там внутри. Если честно, я даже не подозреваю, кто бы мне мог принести эту посылку. Потому что сегодня воскресенье. А воскресенье никаким образом не работает почтовое отделение. Возможно, это твои подписчики. Ты думаешь? Ну да. Странно, потому что никто не знает, где я живу. Окей, не думаю, что это подписчики, но я даже ничего не заказывал. Последнее, что я заказывал, это вот эту кофту и всё. Эту не мог прислать точно ни Даркнет, ни интернет-магазин. Поэтому я без понятия, кто бы это мог прислать. Но было не было, это нужно открыть. Причём я здесь вижу какие-то странные фольгу. Зачем она здесь вообще, не понимаю. И здесь тоже самое. Похоже, там в середине всё укрыто фольгой. Давайте это проверим. Окей, банда, открываю на ваших глазах. Чекайте. Это похоже на Пикачу. В смысле, похоже, это и есть Пикачу? Как-то странно он упакован. Кто решил мне доставить этого Пикачу в такой упаковке? Зачем упаковать из фольги в коробку? Возможно, она была супер грязной. Кто-то просто решил, чтобы не запачкаться. Хотя, он уже запачкан и здесь и здесь. Но если вдруг нас все правы, это кто-то из моих подписчиков подарил мне этого Пикачу. То большое спасибо тебе, братан. Или сестра. Огромное спасибо, я доволен. Только, пожалуйста, не нужно это доставлять ко мне домой. О, а он такой необычный. Вам нравится этот Пикачу? Напишите в комментариях. О! Что? Ты это сняла? Да. Офигеть, я почувствовал, как будто меня что-то током ударило. Причем, со всей силы током. А, я не понимаю, как это вообще могло случиться. Как он мог ударить меня током? Это же всего лишь обычная игрушка. Возможно, что-то трется, как-то мешается. Что-то надеется на мне и что-то в нем. И получается, что он бьет меня током. Так, ладно, если он бьет меня током, когда я его беру руками, давайте попробую взять его ножницами. Окей. Итак, что... О, господи. Какой-то очень сильно странный Пикачу. Чё? Ай. Блин, даже через ножницы он бьет током. Это реально бьет Пикачу. Так, вот почему он был в этой коробке. Получается, это для того, чтобы он не бился здесь током? Окей. И что дальше? Что мне дальше делать с этим покемоном? Он как настоящий Пикачу бьет током. Блин, какой-то странный Пикачу. У меня аж руки трусит после него. Зачем и кто мне его доставил? Я не понимаю этого. Нужно его разрезать и посмотреть, что в нем в середине и узнать. Почему же он бьет меня током? Окей, нужно взять нож. Пойдем посмотрим на кухню, лезь там нож. Возьму этот нож и только посмотрите, какой он огромный. Этим ножом будет само удовольствие разрезать этого покемона после того, что он мне сделал. Фух. Не, реально, это очень огромный нож. Главное, только вот так ударить и все. А где он? А где покемон? В смысле? Куда он мог деться? Ты не видишь покемона? Похоже, вижу. Обернись. Что? В смысле? Как? Так, ладно, нужно его снять оттуда. Он сам упал сюда, вы видели? Черт. Блин. Окей. Нужно его, наверное, как-то привязать к столу, чтобы он больше не убегал. Поставь камеру, возьми скотч, мы сейчас его привяжем. Просто держи его. Окей, я, наверное, на всякий случай, на всякий случай еще хвост привяжу, а то он не может махать и попасть по мне своим током. Итак, все. Окей, Суприм Банда, мы привязали Пикачу. Я не знаю, как долго он здесь продержится, но я надеюсь, он больше не будет телепортироваться. Ты слышала это? Твою мать, он сказал пика-пика. Кто из меня это не послышал, ты тоже это слышала? Да, я слышала. На ваших же глазах я буду разрезать эту игрушку. А возможно, это даже не игрушка, а какое-то живое существо. Окей, давайте. Ты слышала? Да. Он опять сказал пика-пика. Так, Суприм Банда, на ваших глазах вынимаем все изнутренности этого Пикачу. Окей, пока что я только здесь вижу какой-то странный путь. Что это? Это какое-то кольцо. Здесь написано проба, это настоящее золото. Офигеть, здесь вот внутри написано проба. Скорее всего, камера не покажет, но я вам отвечаю, Банда, это настоящее золото. Чёрт, откуда оно делает в этом покемоне? Так, кстати, в принципе, ясно, давайте посмотрим, что здесь ещё есть. Я вижу ещё. Ещё одно кольцо, я тут... Здесь уже что-то написано на упаковке, похоже, это тоже проба, окей. Да, здесь тоже написано проба, это настоящее золото. Окей, Суприм Банда, у меня здесь два золотых кольца с настоящего золота. О, господи, может их нужно надеть? Нет, 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 тупая идея, я уверен. Мне нужно надевать, а то мало ли это ещё какие-то завораживающие кольца, и потом со мной будет происходить что-то странное. Я не буду надевать это кольцо, так что просто их отложим, посмотрим, что здесь ещё есть. Так, Пикачо больше не бьёт током. Получается, что... Всё? Мы его убили? Окей, что там ещё есть внутри? Я что-то нашчупал. Что это? Это какая-то странная батарейка. Полностью просто одного цвета. Серого-железного цвета. Наверное, это она бьёт током, иначе я не могу это объяснить. Что здесь ещё есть? Я нашёл ещё одну батарейку. Похоже, что моя теория правдива, и если батарейки эти соединяются как-то, то они потом бьют током. Окей, я не знаю, как это объяснить, но почему-то они, когда соединяются, похоже, бьют током. Но, блин, кажется, что две батарейки как-то... Мало. А здесь, оказывается, три батареи. Окей, я не знаю как, но мы нашли в этом покемоне целых два золотых кольца с настоящими пробами. И нашли шесть каких-то странных серых батареек. Я без понятия, что это за батарейки, и я не хочу их вставлять в свою технику, потому что ещё она потом сгонит. Я чувствую ещё что-то в этом покемоне. Давайте её вытащим и посмотрим, что там есть. Я вижу что-то красное. Ты видишь это? Да. Окей. Чёрт. Да ладно, не может быть. Вы посмотрите. Я вытаскиваю пух, а он в крови. Это уже покебол. Посмотрите, он реально красный и пух. Там в середине тупо кровь. Окей, как видите, здесь какой-то покебол. Я бы не сказал, что это настоящий покебол. Но если смотреть на то, что здесь, и верить легендам, то... Микачу просто решил сесть за тот покебол, потому что его там держали. Это моя лишь безумная теория, моя безумная легенда. Не знаю, верить вам или нет, как хотите. Но вы знаете, что у меня очень безумный тень. Там что-то есть. Вы только посмотрите, моя рука полностью в крови и в пухе. Это пахнет, как настоящая кровь. Итак, окей, вот так вот выглядит наш покебол. С него просто капает кровью. Так, открываем его. О, отчет. Что это? Вы только посмотрите. Это похоже на сгустки крови. И здесь какой-то маленький Пикачу лежит в крови. Господи, за этим так страшно смотреть. В покеболе лежит какой-то Пикачу окровавленный. С этим все ясно, наверное. Нужно перестать играть в эти игры, чтобы не верить во все это. Ладно, давайте посмотрим, что еще лежит в середине этого покемона. Эм, что? Вы только вглядитесь, это настоящая кровь. Черт. Откуда она в этом покемоне? Я вам скажу, больше это человеческая кровь. Очень похожа на человеческую кровь. Откуда вообще она взялась? Открывать я этого точно не буду проверять. Просто его отложим. Черт, это реально настоящая кровь. Здесь еще что-то лежит. Какая-то записка. Что это? Тебе ничего не понятно, что здесь написано? Я? Бог. Я Бог? В смысле? Как вообще понимать это? Я Бог. Я без понятия, что это может значить банда. Если вы знаете или догадываетесь, что это за игрушка, что это за надпись, что это за кровь, что это за покебол, то обязательно пишите об этом в комментариях, потому что наши снасти теории просто никак не могут быть реальностью. Еще и написано таким, как будто заглушая кровь. Черт, это очень выглядит страшно. Просто посмотрите, как это выглядит. Я реально разрезал этого покемона, посмотрел, что в нем внутри. А там гляньте, там настоящая была кровь. Даже этот пух, он сейчас в крови. Мы нашли сколько всего в этом покемоне, и так много загадок, но так мало ответов, потому что непонятно, что вообще это было. Есть какие-то кольца, это настоящего золота. Странные батарейки, странная надпись, странная кровь, человеческая. Навын, это реально человеческая кровь. Банда, я, я просто не знаю, как на это реагировать. Это реально страшно, потому что кто знает, что это был за покемоны, кто знает, кто его вообще сюда доставил. Просто нужно это все выбросить и больше не вспоминать об этом, и забыть об этом, как про страшный сон. Но у меня все еще не укладывается тут в голове. Кто-то пришел ко мне, открыл ворота, зашел ко мне в двор и оставил эту посылку. Погоди, стой, мы забыли о самом главном. Покемон телепортировался. Когда мы вернулись после ножа, он был там. Получается, что... Покемон реально был жив? Фу, господи, я не понимаю, что вообще это все значит. Но, банда, если вдруг вы, у вас здесь какие-то догадки, и они хоть более-менее реалистичные, то пишите об этом в комментариях. Окей, банда, думаю, за такое внеплановое видео, потому что мы сегодня вообще собирались снимать другое. Можно уже было бы поставить лайк. Так что, бандит, ставь лайк под видео, и, возможно, именно твой лайк продвинет это видео вперед, и тогда будет намного больше теорий. И, возможно, тогда мы разберемся в этой тайне. Что ж, браво, вот комметы из-под прошлого видео. Господи, вы видите, какие они шикарные. Ну, естественно, по традиции, бандиты, я обнимаю все комментарии. Раз, обнял два, обнял три. Бро, если ты хочешь, чтобы обнял их тебя, то сегодня, что тебе нужно нажать на лайк, колокольчик, и оставаться в комментарии, и все. Ты уже в следующем видео. Вот такой вот просто сгибает ко мне видео. Лайк, колоколь, комметы, и ты уже в следующем видео. Если у тебя нет лайка, колокола, то ты знаешь, что я в Супрем Банде. Так что, лайк, колоколь. И, бро, так же само, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Супрем Банду. Эй, перед время Супрем Банда будет над всеми. Кто не с нами, тут под нами. Я, как вижу, про него, часто это нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Супрем Банду. Эй, бро, todas ссылки recognized me on my Instagram, ссылки в описании. Я знаю с теми, что шикарные, бро, пока. СТОП!